Здравствуйте дорогие аграрии и все причастные к сельскому хозяйству. Сегодня 28 марта и команда Агробук спешит поделиться с вами главными новостями. На прошлой неделе неожиданно замаячил свет в конце тоннеля. Депутат Госдумы предложил заменить пошлины на подсолнечник квотами. Менцельхоз задумал докупить 7 миллионов тонн зерна в интервенционный фонд, а кубанским фермерам неожиданно удалось поправить законодательство о семенах. Обо всем расскажем подробнее. Первую новость начнем с картинки. Так выглядят сегодня закупочные цены на российскую пшеницу в портах, глубоководных и речных. Данные приводит Московская биржа. О пагубном влиянии этих цен на растеневодство сегодня не сказал уже только ленивый. И правительство России крепко задумалось, что теперь со всем этим делать. Например, Кабмин рассматривает возможность увеличить закупки зерна в государственный интервенционный фонд. К тем 3 миллионам тонн пшеницы, что уже находятся в фонде, предлагают докупить еще 7 миллионов тонн. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Но на покупку зерна государству нужны деньги. 11 миллиардов рублей в этом году и 20 миллиардов рублей в следующие два года. Виктория Абрамченко призналась, что насчет денег у них с Минфином ведется непростой диалог. И пока решение не принято. Вице-премьер также отметила, что правительство получало предложение совсем отменить пошлину на экспорт зерна, либо донастроить механизм. И Кабмин пошел по пути донастройки. Кстати, действующую пошлину Абрамченко назвала комфортной для отрасли, объяснив это тем, что экспорт зерна не просто продолжился, а даже увеличился по сравнению с прошлым годом. И вообще прошлыми годами. Впрочем, как раз на минувшей неделе судьба экспорта зерна и масличных вдруг стала неопределенной. Газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник сообщила, что Минсельхоз готовится рекомендовать трейдерам приостановить поставки зерна и растительного масла за границу. Якобы причина для этого – снижение мировых цен. Сам Минсельхоз, однако, это отрицает. Но в унисон с информацией «Ведомости» звучит заявление главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, который сказал, что экспортная цена на российскую пшеницу опустилась до 275 долларов за тонну ФОП. И дальнейшая продажа зерна нецелесообразна. «Мы считаем, что экспортные цены на пшеницу достигли минимальных разумных значений, ниже которых экспортерам нет экономического смысла ее продавать». Так сказал Эдуард Зернин. Минимальных разумных значений, судя по всему, достигли цены на подсолнечник. Этому предшествовало падение цен на растительное масло. По данным портала Oil World, стоимость подсолнечного масла с поставкой в мае сегодня составляет 890 долларов за тонну на базе СЕФОП. Стоимость с поставкой в июне – 880 долларов за тонну. Глава компании «Прозерно» Владимир Петриченко отмечает, что еще две недели назад масло продавалось по цене более 1000 долларов за тонну. Вместе с маслом дешевеет и семечка. По данным источника газеты «Ведомости», цена на подсолнечник на мировом рынке опустилась с 600 до 395 долларов за тонну. На треть подешевел подсолнечник и в России. В феврале некоторым сельхозпроизводителям удавалось продать семечку чуть ли не по 30 тысяч рублей за тонну. Сегодня цена свалилась до 20 тысяч рублей за тонну. С учетом расходов на логистику, сельхозпроизводители вынуждены продавать продукцию практически по себестоимости – 16-17 тысяч рублей, отметил депутат Госдумы, зампредкомитета по аграрным вопросам Николай Гончаров. На заседании комитета 22 марта парламентарий предложил обнулить пошлину на экспорт подсолнечника и ввести вместо нее квоту. По мнению депутата, такое решение могло бы и аграриев поддержать, и масложировую промышленность обеспечить сырьем. Парламентская газета сообщает, что в аграрном комитете Госдумы коллегу поддержали и предложение будет направлено в правительство. Ну а пока, помимо заградительной пошлины на подсолнечник, в России продолжают действовать пошлина на подсолнечное масло и пошлина на широт. Пошлина на экспорт масла в апреле должна снизиться на треть, а вот сбор по широту напротив существенно вырастет. Глава аналитической компании «Агроспикер» Виталий Шамаев считает, что подсолнечник надо продолжать сеять, как и другие масличные культуры. По мнению эксперта, пошлины на масло, в отличие от пошлины на зерно, оставляют аграриям хотя бы немного кислорода. Подробности вы можете узнать из интервью, которое уже опубликовано на нашем канале. А в ближайшие дни на портале agrobook.ru появится весь спецпроект, посвященный поздним яровым культурам. Мы рады, что его поддержал химический концерн БАСФ, лидер в области инноваций для сельского хозяйства. Интервью со специалистами БАСФ по защите поздних яровых культур вы тоже сможете посмотреть на нашем канале в ближайшее время. На защиту агрария сегодня встают не только депутаты, но и машины, как заметили журналисты-коммерсанты. Ассоциация Росспецмаш обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с целым списком предложений по спасению отрасли. Один из первых пунктов – отменить экспортную пошлину на зерно с 1 апреля и как минимум на ближайшие 5 лет. Кроме того, в ассоциации просят увеличить финансирование программы 1432. В этом году Минфин урезал лимиты до 2 миллиардов рублей, а из перечня субсидируемой техники исключили тракторы и комбайны. В Росспецмаше считают, что ежегодно на программу 1432 следует направлять не менее 15 миллиардов рублей. Нуждаются в поддержке и производство комплектующих. В письме говорится, что высокий уровень кредитных ставок и налогов, стоимость и узкий сортамент металлопроката в России, а также низкий уровень таможенной защиты привели к тому, что заводам просто невыгодно инвестировать в развитие производств. Иностранные комплектующие такого же качества все равно будут на 30% дешевле российских аналогов. Ассоциация просит правительство предусмотреть гранты на производство комплектующих и направить на эту меру поддержки. Не менее 10 миллиардов рублей. Вопрос с импортными комплектующими, однако, может решиться сам собой, но, к сожалению, не в пользу аграриев. Казахстан сообщил, что начнет отслеживать поставки товаров в Россию. С 1 апреля в стране заработает система учета ввозимой и вывозимой страны продукции, которая, цитата, позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, не допуская обхода санкции против России. Об этом написал Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чесновников в Казахстане. «Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией, однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», – рассказал порталу его собеседник, который, впрочем, пожелал остаться анонимом. Такие же мотивы были у турецкого правительства, которое в марте разослало местным компаниям списки товаров, попавших под санкции или меры экспортного контроля со стороны Евросоюза, США и Великобритании. Власти Турции напомнили бизнесу, что реэкспорт этих товаров в Россию запрещен. При этом товары, произведенные в Турции, даже с компонентами из других стран, могут поставляться в Россию без ограничений. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на конференцию, которую проведет наш издательский дом и портал Агробук. 12 апреля в Ростове-на-Дону мы ждем всех животноводов. Тема нашей конференции «Корма и деньги». Поговорим о том, как выращивать корма, как их правильно сохранять и как изменить рацион животных, чтобы откорм бычков или получение молока стало рентабельным делом. Специально для всех, кто смотрит ТОП Агробук, мы подготовили промокод на скидку. Используйте его, он суммируется и с другими скидками. И приходите, будем ждать вас на нашей конференции. Фермерам Краснодарского края неожиданно удалось добиться изменений в законодательстве о семенах. Минсельхоз России разработал приказ о порядке реализации транспортировки семян. Представители ассоциации «Народный фермер Кубани» внимательно прочли этот документ и обнаружили в нем пункт, где говорится, что семена, протравленные химическими или даже биологическими препаратами, должны находиться в затаренном состоянии. Причем тара должна иметь соответствующие надписи и сопроводительные документы с указанием, какое негативное последствие протравитель может оказать на человека и окружающую среду. На практике выполнить это требование сложно. Если хозяйство само протравливает и инокулирует семена, то везет их на поле насыпью, а не в биг-бегах. На совещании с Минсельхозом «Народный фермер Кубани» указал на эту проблему. И растеневодов услышали. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин распорядился дать разъяснение, что данное требование не следует применять к внутрихозяйственным перемещениям обработанных семян. И еще одна новость по этой теме. Парламентарии решили доработать еще не вступивший в силу закон о семеноводстве. Группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым предложила перенести старт работы в ГИС земеноводства с 1 сентября текущего года на 1 марта 2024 года. Кроме того, законопроектом, который внесен в Госдуму, вводятся термины пространственная изоляция и семеноводческие зоны. Также предлагается определить правила для этой самой пространственной изоляции. Депутаты, помимо прочего, указывают, что государственную поддержку в приоритетном порядке следует давать тем юрлицам, которым для воспроизводства семян и гибридов не требуется ввозить из-за рубежа родительские формы. На этом наш выпуск завершен. Мы желаем всем, чтобы вы были живы, здоровы и спокойно работали на своих полях. Оставайтесь с нами, ставьте лайк, если вам понравилось и пишите в комментариях, что вас волнует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!